Мастер года – это всероссийский конкурс среди педагогов колледжей и техникумов. С прошлого года он проводится отдельно от конкурса «Учитель года». В этом году в Туве 12 участников. Победитель в сентябре отправится на российский этап в Екатеринбург. На мастер-классах преподаватели учат студентов новым навыкам. Сайрана Дондук – мастер производственного обучения Тувинского техникума агротехнологий села Сарыхсеп. Она показала, как приготовить конфеты из национального молочного продукта «Эларжи». Вот у нас гушеное молоко. Добавляю. Так. Еще. Один, два, три, четыре. Члены жюри оценивают мастерство участников и актуальность выбранных тем. Студенты своими руками лепили конфеты и пробовали на вкус. Сегодняшний преподаватель нам очень доступно объяснил, как все делать в домашних условиях. Нам все понравилось. Ингредиенты очень доступные. Эти продукты можно продавать туристам, потому что они идут как национальные. Думаю, он очень понравится и каждому, и за границей, и тут можно также открыть свой бизнес. Детям очень-очень понравится, так как он не очень сладкий и не очень такой кислый. Сайрана Дондук – мама троих детей, поэтому готовить тувинские конфеты начала для своей семьи. Мастер отметила, что сладости из экологически чистых продуктов можно хранить в холодильнике, но не более трех дней. Технология производства шоколадных конфет на основе туинского национального нашего продукта лажи с добавлением грецких орехов я придумала в кругу моей семьи. Участвую в данном конкурсе уже второй раз, первый раз в 2019 году. Очень надеюсь оправдать ожидания своих коллег-студентов в том, что я мастер своего дела. Следующий мастер-класс проводит Эрик Кадрулович Чоуду, педагог специальных дисциплин Тувинского агропромышленного техникума Сила Балгазын. Он показал студентам сельхозтехникума, как разобрать и собрать генератор трактора МТЗ. Эта обмотка подойдет в большой отток и у вас уже на аккумулятор пойдет перезарядка и начинает там откисление. Для этого нужен реле-рекуриатор. Так, далее снимаем проводки, обмотки. На один мастер-класс дается 20 минут. За это время участник проводит инструктаж по технике безопасности, объясняет теоретическую и практическую части темы. Мы демонстрирули работу, сборку, разборку, сборку генератора. Учили ребят, как разобрать, собирать генератор и выявлять неисправности. Надеюсь, студентам понравилось и приобрели новые навыки, умения. Заново восстанавливается сельхозхозяйство. Понадобятся наши специалисты, ребят, подготавливаем к лучшим уровням. Этот конкурс нужен для повышения квалификации самого преподавателя, умениям, навыкам делиться с другими преподавателями, обмен опытом. Для закрепления знаний преподаватель дает письменное задание по сборке генератора. Ведь ошибаться нельзя. Такой генератор стоит более 10 тысяч рублей. После мастер-класса студенты поделились своими впечатлениями. На мастер-классе я узнал разбирать генератор. Раньше я не разбирал. Первый раз учитель доступно объясняет. Если перепутать при сборке, может сходить генератор. Надо аккуратно работать. Они, в общем, предназначены для повышения квалификации учебных мастеров. Также, чтобы наши выпускники умели работать, разбирать, собирать детали машин. И в дальнейшем заниматься правильной эксплуатацией сельскохозяйственной техники. Преподаватель и, собственно, нужно показал студентам, как производится технология разборки генератора. Все технологические операции были проведены. Студенты получили достаточные навыки, умения по данной работе. Мастер-классы продолжатся на разных площадках техникумов Кызыла. Опытом поделятся швеи, ювелиры, кондитеры, животноводы, строители, юристы и IT-специалисты. Оценка работ и подведение итогов состоится 7 апреля.